МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города. В студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о некоторых темах. Осеннее потепление на Ямале дан старт отопительному сезону. Очереди в детсадах ликвидировать, зарплату педагогам поднять. В Муравленко обсудили реализацию партийных проектов единороссов. На Ямале стартовал отопительный сезон. В среднем в нашем регионе отопительный период длится 300 дней, тогда как общероссийский показатель 250 дней. По информации Департамента энергетики и жилищно-коммунального комплекса, 40% потребителей на Ямале уже получают тепло. Это все без исключения объекты социальной сферы. Детские сады, больницы, школы, учреждения культуры. И 20% жилого фонда. Как сообщает пресс-служба главы региона, сейчас интенсивно идет подключение тепла в жилых домах. Коммунальщики должны справиться с этой задачей до 4 сентября. А в нашем городе 30 августа глава администрации подписал распоряжение, согласно которому ресурсоснабжающая организация должна начать подачу тепла на объекты социального назначения с 1 сентября. Начиная с 1 сентября тепловую энергию начали подавать в детские дошкольные учреждения и школы. 5 сентября подача тепла начнется в жилищный фонд, а затем 10 числа отопление дадут на объекты промышленной зоны. Здесь необходимо разграничивать деятельность ресурсоснабжающей организации и сервисных организаций, которые обслуживают те или иные объекты. То есть мы подаем свой ресурс до границы раздела. Дальше, как они его принимают, здесь уже функционал той сервисной организации, с которой объекты в социальной сфере заключен договор. К слову, в окружном департаменте энергетики и ЖКХ отмечают, что обычно около 15% всех жалоб, поступающих в ведомство от ямальцев, связаны именно с теплоснабжением. Поэтому специалисты решили напомнить жителям округа, что во время отопительного сезона в квартирах должна держаться регламентированная температура. 18 градусов в обычных комнатах, 20 в угловых и 25 в ванной. Норма не может быть превышена более чем на 4 градуса или занижена сильнее, чем на 3. Перепады допускаются только в ночное время. Колебание температуры днем грозит коммунальщикам административным взысканием. Кроме того, максимально допустимый перерыв в подаче отопления 24 часа в месяц. Единовременная пауза не может при этом быть больше 16 часов. За каждый дополнительный холодный час месячная оплата за отопление у жильцов должна снижаться на 0,15%. Добавлю, обращаться за защитой своих прав ямальцы могут в госжилинспекцию. В округе круглосуточно работает телефон горячей линии. Его вы сейчас видите на экране. Ученики муравленковских школ накануне сели за парты, а вот для воспитанников интерната коренных малочисленных народов Севера новый учебный год пока не начался. Дети только собираются в стенах учреждения, а первых постояльцев встречала и наша съемочная группа. Юные тундровики вернулись после летнего перерыва в свой второй дом. Впереди новый учебный год и заботы о родовых угодьях пока нужно отложить на второй план. Воспитанников местного интерната проверили медики, детям выбрали одежду и обувь для школы. Вчера, сегодня, ну может быть завтра еще будет подбор школьной формы. Сейчас требование каждого образовательного учреждения определенный, так называемый дресс-код. То есть мы подбираем одежду, мы запланировали, знали об этом ранее, запланировали приобретение, которое выполнено в летний период. Сейчас просто подбор размеров и так далее. Школьная форма, которая соответствует требованиям образовательных учреждений. Все у нас воспитанники ее обеспечены будут. Алина Вылла живет в тундре неподалеку от озера Пикуто. Прилетела на вертолете с мамой, младшими сестрами и братом. Говорит, за лето соскучилась по подружкам. В интернате для ребят организована интересная и насыщенная жизнь. Ты уже решила, куда пойдешь после девятого класса? После девятого, ну не знаю, в лицей, наверное, пойду. Хочу образование получить и, ну как бы, тут в городе жить, работать. А вот Константин Вылла, восьмиклассник, сегодня уже успел сходить первый раз в школу. И хоть он и ждал возвращения в интернат, по дому уже скучает. Для юных жителей тундры каникулы проходят насыщенно и активно. Они помогают своим родителям по хозяйству, на охоте и сборе урожая. Подросток 12-14 лет считается уже полноценным помощником в семье. Я на охоту хожу, еще на рыбалку хожу, маме помогаю, бурондуков ловлю. А кроме бурондуков на кого охотишься еще? На уток, на гусей, еще на медведя. 36 воспитанников накануне собрались в интернате. Еще семеро прибудут в ближайшее время. А в конце сентября ребятишки соберутся в полном составе. К ним присоединятся еще шестеро дошкольников. Татьяна Сорогина, Вадим Братчик. Новости нашего города. Очереди в детские сады ликвидировать, зарплату педагогам поднять. Сети и многие другие задачи были озвучены во время Всероссийского съезда Единой России. Что планируется сделать ради улучшения жизни горожан в Муравленко, выясняла Татьяна Сорокина. Речь, в частности, шла о двух партийных проектах, которые реализуются на протяжении последних полутора лет. Первый – модернизация регионального образования. На Ямале его курирует Ирина Сидорова. Если в так называемом школьном образовании все складывается достаточно успешно, учреждения обеспечены современным оборудованием, сформирована особая образовательная среда, есть положительные результаты, то в дошкольном секторе ситуация сложнее, и основная проблема здесь – очередность в детские сады. Единороссы планируют совместными усилиями ликвидировать очередность до 1 января 2016 года. Партийная часть, она связана с тем, чтобы, а, помогать всяческой власти, поскольку это объемы работ очень большие. Ну, например, в нашем округе нужно за 2,5 года создать почти 4 тысячи мест. Для нашего воина большого округа это очень много. И партийный контроль, и своевременная поддержка действий муниципалитетов очень важны. Во-вторых, отметила Ирина Сидорова, важно осуществлять контроль за очередностью в детские сады. Необходимо также работать с населением, чтобы общественность оценила те шаги, которые делает государство. Такую разъяснительную работу можно проводить в виде встреч по микрорайонам. Очень важно разъяснять, какова роль партии. Сейчас для того, чтобы поддержать регионы, в этом году выделено 50 миллиардов на создание дополнительных мест. Это помощь регионам. В следующем году эти деньги будут больше. В целом, до 2016 года это 180 миллиардов. При этом на всю модернизацию школьного образования с 2010 года было выделено 120 миллиардов рублей. И заслуга «Единой России» в том, что инициатива в выделении средств регионам принадлежит единороссам. Второй проект стартовал в декабре прошлого года. Он называется «России важен каждый ребенок» и связан с тем, чтобы минимизировать количество детей, не имеющих родителей и родных. Основная идея второго проекта – это устройство детей, решившихся родителей, либо в семьи родственников, либо в семьи пекунов, либо в приемные семьи. Но не допускать их передачи в детские дома. И всяческая поддержка семей, которые берут детей на воспитание. По словам Ирины Сидорова, детские дома должны заменить особые центры психологической поддержки семей. Татьяна Сорокина, Тимофей Сапильник. Новости нашего города. Выпускники прошлых лет встретились с учениками девятых классов пятой школы. Бывшие ученики рассказали нынешним о своих профессиональных достижениях, а кроме этого поделились секретами успеха. На встречу побывал наш корреспондент Эрнест Бавшин. На встречу с девятиклассниками пришли семь выпускников пятой школы, которые окончили ее в разные годы. Среди них Павел Дрофа, выпускник 2001 года. После обучения в Омском государственном техническом университете Павел устроился на работу в Газпромнефть Муравленко. Параллельно получил еще одно высшее образование. Сегодня он начальник отдела по работе с пластом. Но, наверное, как и каждый человек, он с теплотой вспоминает беззаботные школьные годы. И если бы можно было отмотать время назад, он с удовольствием бы сел за парту. В школу, по-моему, нет таких людей, которые бы не хотели вернуться потом в школу, будучи состоявшимися людьми и так далее. Да, даже проходя обучение в университете, все думают о том, что было бы неплохо вернуться в школу. Поэтому, да, хотел бы. Еще один выпускник пятой школы 2001 года – Ильдар Мухтаруллин. Сегодня он возглавляет отдел сводного планирования и расчета добычи. В профессию пришел после окончания Уфимского нефтяного института. По его словам, окончательно определился с выбором места работы на третьем курсе вуза. И на встрече с девятиклассниками хотел объяснить будущим выпускникам, что правильный выбор будущей профессии – это успешная жизнь в будущем. Чтобы они, прежде всего, думали не сегодняшним, а на будущее. То есть, все, что закладывается сейчас у них, это все равно никуда не денется. То есть, каким ты был человеком сейчас, таким ты и останешься на самом деле. И чтобы они более осознанно выбирали свою будущую профессию, потому что ее как след жизни сложно поменять в течение жизни. Кроме специалистов «Газпромнефть-Муравленко» на встречу с девятиклассниками пришли выпускники, которые успешно реализовали себя и в других сферах деятельности. Есть среди них педагоги, муниципальные служащие и начинающие предприниматели. Каждый рассказал об истории своего личного успеха в жизни и о том, как школа помогла им достичь этих результатов. Эрнест Бавшин, Тимофей Сапильник. Новости нашего города. И у меня на этом все. Впереди вас ждет прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 4 сентября в Салихарде плюс 11, ветер северо-западный до 4 метров в секунду. В Ноябрьске 11 градусов тепла, северный ветер до 3 метров в секунду. В Муравленко 4 сентября плюс 10, ветер северный до 3 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова